Кандидат к президенту от демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего соперника Дональда Трампа за его высказывания о враге внутри США и угрозе развертывания войск. Харрис продемонстрировала видео, где Трамп заявляет, что эти люди более опасны, враги изнутри, чем Россия. Она подчеркнула, что такая риторика является серьёзной угрозой демократии и призвала избирателей к единству в защите демократических ценностей. «Вы слышали его слова. Трамп говорил о враге внутри нашей страны, в Пенсильвании. Он подразумевает, что считает врагами тех, кто не поддерживает его или не желает подчиняться его воле. Это серьёзный вопрос. Он заявляет, что готов использовать военную силу против этих людей. Подумайте об этом, и мы знаем, кого он будет преследовать, потому что он уже нападал на них ранее. На журналистов, чьи статьи ему не нравятся, на избирательных чиновников, которые отказались подделывать результаты и добавлять голоса для него, на судей, которые настаивают на соблюдении закона вместо того, чтобы исполнять его волю. Вот почему я так уверена, что второй срок Трампа стал бы огромным риском для Америки и представлял бы опасность». Ранее экс-президент США и кандидат в президент от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что наибольшую опасность для страны представляют враждебные ей силы внутри. Одним из таких врагов Трамп назвал члена Палата представителей Конгресса демократа Адама Шифа, планирующего стать сенатором. Трамп также указал на опасность в контексте запланированных на 5 ноября президентских выборов. Экс-президент допустил возможность применения силы против лиц, которые могут помешать проведению выборов. «Я считаю, что большая проблема – это люди изнутри. У нас есть очень плохие люди, есть нездоровые люди, радикальные левые фанатики. И, по-моему, с ними можно легко справиться, если потребуется с помощью национальной гвардии. А если действительно необходимо с помощью армии, потому что нельзя позволить этому случиться». Бывший президент США и кандидат на пост американского лидера от республиканской партии Дональд Трамп потребовал от своего оппонента, кандидата от демократической партии вице-президента Камала Харрис, пройти тест на умственные способности. «Я считаю, очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и ловкость. Её действия заставили многих поверить, что с ней может быть что-то не так», написал политик ранее в своём профиле в соцсети The Trust Social.